Люберецкий филиал Московского областного медицинского колледжа готовится к встрече с новыми студентами. 15 апреля в учебном заведении пройдет день открытых дверей. Перед визитом абитуриентов в колледж заглянула наша съемочная группа. На всякий случай мы подготавливаем нашатырный спирт, если вдруг пациенту станет плохо. Студент второго курса Артемий Марков проводит мастер-класс по внутривенному ведению лекарства. Показывает свои умения на тренировочной руке. Несмотря на то, что перед ним не настоящий пациент, а всего лишь макет, будущий медик относится к делу со всей ответственностью. Находим вену, фиксируем ее пальцем. Входим. Я с самого детства мечтал стать врачом, и я считаю, это идеальная профессия для тех людей, кто хотят помогать людям, спасать человеческие жизни. И довольно-таки интересная на самом деле профессия, потому что ты очень многого узнаешь о строении даже своего внутреннего организма. А в соседней аудитории студенты в белых халатах отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации. Осваивать практическую часть также помогают специальные муляжи. Каждое действие под присмотром преподавателя для дальнейшей работы над ошибками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Путевку в профессиональную жизнь в Люберецком медколледже получают более 600 парней и девушек. Это будущие фельдшеры, медсестры и фармацевты. Во время обучения студенты проходят практику в больницах, поликлиниках и аптеках. Весь комплекс знаний, полученный в колледже, дает один результат. Из этих стен выходят квалифицированные специалисты. Можно даже далеко не ходить, потому что если вы посмотрите в окошко, то вы увидите нашу Люберецкую подстанцию скорой медицинской помощи, где трудятся наши выпускники. Мы со многими на связи, причем мы обмениваемся теперь уже профессионально. То есть они мне присылают новые документы, они делятся, что вот у нас был такой случай. Уже через несколько месяцев в колледж выпустят еще 125 медицинских работников. А для новых студентов открыто более 100 бюджетных мест. В этом году появится вечерняя форма обучения для выпускников 11 классов по специальности «Сестринское дело». «Сестринское дело» на базе 9 класса у нас очень большой конкурс, 5-6 человек на место. Также лечебное дело тоже немножко меньше, ну где-то 3-4 человека. Фармация, она вообще сейчас востребована в наше время, потому что очень много аптек, соответственно специалистов нужно выпускать много. Там немножко меньше конкурс, тоже где-то 3-4 человека на место. Но тем не менее, конкурс везде большой. Узнать все подробнее можно на дне открытых дверей 15 апреля в 15.00. Потенциальным студентам-медикам расскажут о специальностях, порядке приема и условиях обучения. Также для абитуриентов проведут экскурсию по колледжу, который в ближайшие 4 года станет для них вторым домом.